Вы слушаете Радио России Ульяновск. Сегодня среда, 4 сентября. Вы слушаете радиопрограмму «Будни». У микрофона Олег Тюрин. Здравствуйте. Сегодня выпуски. Не революция, а эволюция. О том, как сказываются изменения рынка профессий на обучении в среднеспециальных заведениях, расскажет заместитель министра образования и науки Ульяновской области Алексей Шкляр. А также, каким профессиям будущего уже учат студентов в Ульяновском авиационном колледже, узнаем в репортаже из Межрегионального центра компетенций. Ренессанс в отечественном образовании. Какие преференции могут получить учителя с принятием нового закона о статусе педагога? И что еще обсудили на августовском педсовете с участием министра просвещения Ольгой Васильевой? Парк Приморский ждет вторая жизнь. О действиях для возрождения былой живописности зеленой зоны поведает главный иколог города Ульяновска Александр Курашов. Журналист Евгений Слюняев напомнит любителям охоты о правилах, которые следует неукоснительно соблюдать. А заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Елена Дубовицкая даст рекомендации по поводу выбора арбузов. Все профессии нужны, все профессии важны. Некогда в советское время эта фраза звучала как аксиома. Но уже сегодня рынок профессий в России терпит серьезные изменения. Свою лепту в первую очередь вносит желание регионов соответствовать наиболее востребованным для экономики специальностям. Где на смену одним профессиям все чаще приходят другие. Например, в нашем крае специалистов будущего готовят по авиации, ядерному комплексу и цифровому кластеру. И все это неизбежно сказывается на подготовке самих специалистов. О том, какие изменения уже происходят в сфере среднеспециального образования, мы попросили прокомментировать заместителя министра образования и науки Ульяновской области Алексея Шкляра. Да, действительно, сейчас предполагается изменение перечня направлений подготовки специалистов среднего звена и по подготовке квалифицированных рабочих и служащих. Но вот это изменение нельзя назвать революционным, а скорее эволюционным. В нашем регионе при действующем перечне достаточно большие возможности. Недавно был еще принят топ-50 профессий специальностей востребованных, под них составлены новые в ГОСы. То есть возможность регионам соответствовать наиболее перспективным, востребованным, необходимым для экономики регионов специальностям в рамках действующего перечня существовало. Сейчас настало время, когда этот перечень нужно просто-напросто обновить. Здесь какие моменты будут учтены? Ну, во-первых, будут учтены вот эти открытые топ-50 профессий и специальностей. Здесь больше, скорее всего, уточнение названия или изменение шифра. То есть здесь изменилось содержание стандарта, но в некоторых случаях даже названия специальностей сохранились. Вот повар, например, он поменял просто шифры. Повар был до введения в ГОС топ-50, повар-кондитер. И в топ-50 он также звучит, но меняется его содержание. Где-то произойдет объединение некоторых специальностей в одну. Например, мастер по производству молочной продукции и отдельная специальность мясной продукции будет объединен в одну и пищевой продукции будет. Название сейчас, наверное, точно не сформулирую, но, тем не менее, вот такие происходят изменения. Дальше из перечня будут исключены те профессии и специальности, которые сейчас на рынке труда вообще не востребованы. В связи с изменением экономики, в связи с ее модернизацией и появлением, соответственно, совершенно новых специальностей, связанных с робототехникой, мы уже получили лицензию и тоже начали подготовку по специальности графический дизайн. Мы давно работаем над внедрением специальности мехатроника и только ожидаем появления соответствующего стандарта и этой специальности в перечне, чтобы начать подготовку. Поэтому могу сказать, что серьезно это не отразится на структуре подготовки в нашем регионе. Это просто приведение в соответствии с ситуацией в системе профессионального образования. Об изменениях в подготовке специалистов среднего звена нам поведал заместитель министра образования и науки Ульяновской области Алексей Шкляр. Радиоператор, швея и многие другие профессии уже уходят в прошлое. Футурологи прогнозируют исчезновение через год еще порядка ста позиций. Как отражаются такие изменения на учебных программах, мы попросили рассказать директора Ульяновского авиационного колледжа Межрегионального центра компетенций Наталью Китаеву. Вообще на сегодняшний день уже назрела необходимость исключить некоторые профессии и специальности из списка среднего профессионального образования. Ну и самый главный, на мой взгляд, наверное, назрела большая необходимость изменить содержательно подход по подготовке специалистов по многим профессиям. Если взять, например, направление IT-технологий, раньше мы смотрели образовательные стандарты, и в этих образовательных стандартах была единственная рабочая профессия – оператор счетно-вычислительных машин. На сегодняшний день эта профессия уже изжила себя. На сегодня образовательные стандарты по IT-технологиям предусматривают подготовку программистов, администратор баз данных, цифровое тестирование, цифровые подходы к подготовке специалистов по IT-технологиям. Это вот один из примеров. Вторая необходимость, которая назрела на сегодняшний день – это соответствие образовательных стандартов профессиональным стандартам. Профессиональное сообщество хочет у себя видеть действительно профессионалов. И для того, чтобы этот профессионал обладал теми компетенциям, которые необходимы на производстве, нам в образовании серьезно нужно пересмотреть содержательную часть подготовки вот этих специалистов. Например, если раньше были такие профессии, как фрезеровщик и токарь, на сегодняшний день просто фрезеровщика и токаря уже, наверное, мало кто готовит. Сейчас основная масса образовательных учреждений СПО готовит специалистов, токарей и фрезеровщиков на станках с числовым программным управлением. Это совершенно другой специалист. Это специалист уже больше по IT-технологиям, потому что здесь необходимо знание программирования, здесь необходимо знание высшей математики и так далее. То есть это совершенно другой специалист. Если мы раньше говорили о том, что для того, чтобы подготовить сварщика, необходимо немного времени, было очень мало аппаратов, на которых мы готовили этих сварщиков, на сегодняшний день наименование аппаратов и наименование видов сварки десятки. И понятно, что подготовить просто сварщика, как это раньше, сейчас уже нельзя. И сейчас мы говорим, сварщик аргонной сварки, просто сварщик и так далее. То есть, исходя из требований профессионального сообщества, на сегодняшний день пересматриваются и образовательные стандарты, пересматриваются содержательные части образовательных программ и, соответственно, будут пересматриваться и перечень профессий и специальностей, которые существуют на сегодняшний день в среднепрофессиональном образовании. О том, как меняется содержательная сторона образовательного процесса, нам рассказала директор Ульяновского авиационного колледжа Межрегионального центра компетенций Наталья Китаева. Технологическая революция все чаще меняет карту профессий. Пока одни специальности уходят в прошлое, либо претерпевают коренные изменения, сегодня уже ведется подготовка специалистов нового времени, деятельность которых до сегодняшнего дня казалась абсолютной фантастикой. Подготовкой таких кадров с 2017 года занимаются все в том же Ульяновском авиационном колледже по профилю «Оператор беспилотного летательного аппарата». Сегодня на эту специальность уже большой конкурс среди абитуриентов. Обучение полету – всего одна десятая образовательного процесса. О том, по какому принципу специалисты будущего получают новые навыки и как их можно использовать на практике, мы попросили рассказать руководителю учебного центра Ульяновский авиационный колледж Алексея Тура. Обучение у нас строится по принципу простого и сложного. Сначала у нас студент получает в руки маленький дрон, можно сказать, игрушечный, учится им управлять. Затем он собирает более продвинутый беспилотный летательный аппарат, сам его программирует, запускает, учит его летать, учится им управлять. И потом на выпуске к нему попадают вот такие уже профессиональные аппараты, предназначенные для аэрофотосъемки. Сфера их применения в настоящее время достаточно велика. Ну, например, планируется какой-нибудь крупный инфраструктурный проект в городе. Можно выполнить съемку данной местности, из беспилотного летательного аппарата построить 3D-модель, карту, просчитать, например, объемы необходимых работ для создания какой-нибудь дамбы или автодороги. То есть сфера применения, она растет от года к году очень быстро, технологии очень быстро меняются. Человек, который умеет управлять беспилотным летательным аппаратом и особенно обрабатывать результаты его съемки, он однозначно будет чувствовать себя хорошо на рынке труда. Из всего этого мы понимаем, что будущее неразрывно связывается с увеличением роботизации, расширением информационных пространств, снижением доли физического труда. Пока одни специальности трансформируются и объединяются с другими, многое из нас уже делают – роботы. И в такой ситуации человеку придется постоянно совершенствоваться и искать свое место под солнцем. Вот уже отгремели праздничные школьные линейки. Впереди для учащихся и всего учительского сообщества первый месяц учебы – сентябрь. Но уже в октябре этого года педагоги могут получить нечто большее. Речь идет о новом статусе педагога в обществе, который планируют закрепить на законодательном уровне. Проект закона был подготовлен еще весной текущего года. Документ уже прошел ряд общественных обсуждений. Так, разработчики проекта уверены, что после нововведения появится точное номенклатурное определение категорий, а у самих учителей – широкие правовые возможности. Сам законопроект конкретизирует понятие педагогического работника Ульяновской области и подробно описывает принципы и нормы профессиональной этики. Также предлагается каждому педагогу выдавать именное удостоверение и фирменный нагрудный знак. Кроме этого, законопроект может наделить педагогов правом входить в состав всех координационных органов и рабочих групп по вопросам социальной сферы. Все это стало ключевой темой на традиционном августовском образовательном форуме. Напомню, с участием министра просвещения Российской Федерации проходил он 26 августа в стенах Ульяновского педагогического университета. В программе – вопросы реализации национального проекта, интерактивной площадки и открытые дискуссии о новом статусе педагогов. Профессиональный ренессанс для учителей не идея фикс, а забота о тех, кто в недалеком будущем своими идеями поведет общество вперед. Что думают о законе в первую очередь сами педагоги, мы попросили прокомментировать учителя информатики и математики средней школы номер 27 Елену Назарову. Педагог в обществе – это одна из самых основных профессий, поскольку именно педагог определяет будущее страны, потому что он обучает тех, кто в дальнейшем будет устанавливать законопроекты, кто, возможно, станет руля нашего общества. Поэтому очень важно, чтобы статус педагога был значительным, чтобы, когда дети смотрят на учителя, они смотрели как на некий образец. Поэтому, безусловно, разговор о профессиональном статусе педагога сейчас один из наиболее важных, потому что это не только возможность поднять статус педагога в нашем обществе на сегодняшний день, это еще и номенклатурное определение категории, таких как педагог-наставник, педагог-исследователь, педагог-методист. Это люди, которые каждый день помогают учителям в становлении их профессиональной деятельности, как молодым, так и уже учителям со стажем. И очень важно, чтобы эти педагоги, которые помогают другим педагогам, тоже имели определенный статус и категорию. Безусловно, это возможность говорить о различных правовых аспектах, о возможности решать педагогам ключевые задачи, важные задачи в обществе. Ведь очень часто, когда педагоги приходят к различным изгонодательным уровням, они представляют интересы, интересы родителей, интересы школьников. И нам бы хотелось, чтобы нас услышали, чтобы нас всегда слышали и поддержали наши инициативы. И тот законопроект, который сейчас обсуждается, является самым основным помощником в той работе, которую мы осуществляем каждый день. По словам экспертов, аналогов такого документа в России пока нет. Он не только юридически закрепит статус педагогов, но и даст им ряд преференций. От чисто символических, именового удостоверения и нагрудного знака, да вполне конкретных полномочий. Учительские запросы в органы государственной власти и местного соуправления станут обязательными для ответа. И уже сейчас опыт Ульяновской области собираются транслировать на высшем государственном уровне. Что общего учителя могут получить со статусом депутата, комментирует член Комитета Госдумы Российской Федерации по образованию и науке Григорий Балыхин. Мы готовы подключиться и на основе закона Ульяновской области о статусе подготовить федеральный закон, это просто необходимо. Ну, у меня мысль такая вот, есть федеральный закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Вот он и есть такой закон. Я помню недалекое наше прошлое, когда и профсоюзы, прежде всего для тех, кто поддерживает образование, ставили вопрос о том, чтобы статус учителя повысить до государственного статуса. Вопрос о повышении статуса педагога ключевой при реализации нацпроекта образования и федеральной программы «Учитель будущего». Свой вклад в общее дело регион сделает при помощи семи федеральных проектов. Каждый из них направлен на успех каждого ребенка в отдельности и особую поддержку одаренных детей. Все это осуществится, если выполнить наказ народных учителей России. А сам законопроект о статусе педагога поддержала министра просвещения Российской Федерации Ольга Васильева. Сегодняшний разговор, обсуждение проекта закона о статусе педагога, это тоже о многом говорит. Потому что регион, который первый из 85 регионов, предлагает принять региональный закон, который, я очень надеюсь, сможет стать началом для федерального закона. Поэтому мне очень отрадно, что я попала на августное совещание, именно в период обсуждения. Что касается участия региона, еще раз повторяю, в проекте, то здесь только слова благодарности и восхищения региона. Потому что это все четко, это все отработано, это все подрастающее, я думаю, так и будем работать дальше. Говоря про особый статус педагога и сравнивая его с депутатским, нельзя обойти стороной и финансовый вопрос. Так, по новому законопроекту предлагается возродить учительские звания – педагога-наставника, педагога-методиста и педагога-исследователя. Учителя, которым присвоены эти категории, будут получать существенную денежную выплату. Кроме этого, предусматриваются дополнительные меры стимулирования, связанные с аттестацией и повышением квалификации. Планируется, что новый законопроект будет принят символично ко дню учителя, 5 октября. А я напомню о новом статусе педагога, который планируют закрепить на законодательном уровне. Мы говорили с учителем информатики и математики Ульяновской средней школы номер 27 Еленой Назаровой, членом Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке Григорием Балыхиным и министром просвещения Российской Федерации Ольгой Васильевой. Мало кто знает, что кроме всех тех парков, которые мы все знаем и любим, в Ульяновске есть давно заброшенная зеленая зона. И эта зеленая зона – настоящий парк с асфальтовыми дорожками, гранитными лестницами и редкими растениями. Да и находится он практически в самом центре города, между речным портом и центральным Волжским пляжем. Однако парк переживает сегодня далеко не лучшие времена. Заброшенный более 20 лет парк Приморский создавался еще в начале 70-х годов, как дополняющий речной порт «Зеленая зона» с выходом на центральный пляж. В то время это была одна из самых живописных частей города. От центральной гранитной лестницы в разные стороны уходили аллеи, а среднюю часть занимал обширный розарий с видом на Волгу. Сегодня же территория находится в упадшем состоянии. В скором времени место планируют полностью восстановить и очистить от мусора. О том, какие действия планируют принять для возрождения былой живописности, нам рассказал после осмотра местности начальник управления по охране окружающей среды, главный эколог города Ульяновска Александр Курашов. Прежде всего это уборка сухостойных деревьев, валежа и открытие дорожек, которые мы можем наблюдать. То есть фрагментарно дорожно-тропединочная сеть осталась. Ну и естественно нужно открыть вид на Волгу. Мы сейчас наметим сначала объем работ, техника, что необходимо, какие ресурсы. И в самое ближайшее время приступим. Будет нашим центром по благоустройству написано заявление на получение разрешения порубочного билета на рубку насаждения в данном месте. Так как это особо охраняемая территория, это особо накладывает статус. И уже будет работать комиссия, которая конкретно уже будет делать подеревненную съемку. То есть каждое дерево будет поставлено на учет и будет уже дана оценка рубить, не рубить. И отсюда мы уже будем понимать. Согласно документам, площадь парка Приморский составляет 19,5 гектаров, на которых произрастают редкие растения и деревья. Кроме этого, на песчаной дуге планируется развитие современного пространства для жителей города. Вот что пишет губернатор Сергей Морозов. Начало цитаты. Если для горожан пляжный сезон подошел к концу, то у специалистов по охране окружающей среды наоборот, сезон только начинается. Им предстоит решить вопрос транспортной доступности, безопасности движения и определиться с судьбой фуникулера. Еще один важный вопрос – развитие спортивных площадок. Кроме того, некогда популярная у горожан территория речного порта сегодня находится в запущенном состоянии. Сергей Морозов выслушал предложение от активной молодежи. Так, ульяновцы хотят здесь видеть четыре зоны развитой инфраструктуры с объектами питания и торговли, городским песчаным пляжем, прогулочной зоной и площадкой для активного спорта. На данный момент также идет работа по утверждению парка «Приморский» как особо охраняемой природной территории. О том, возможно ли реализовать это, учитывая, что современное пространство планируют разбить на контрбанкете железной дороги, узнаем из ответа Александра Курашова. Здесь будет как раз набережная для того, чтобы зеленая зона оставалась тихой рекреационной зоной, а все развлечения, вся культурно-досуговая деятельность будет именно проходить здесь. Так планируется. В скором времени специалистам предстоит оценить масштаб работ. В настоящее время прорабатывается комплексная программа развития. Говорить о каких-то конкретных датах и числах пока мы не можем, но сам факт того, что о нем вспомнили, безусловно радует. Правилам охоты, которые следует неукоснительно соблюдать, посвящен сюжет, подготовленный журналистом Евгением Слюняевым. В Ульяновской области открыт сезон охоты на водоплавающую дичь. В связи с этим, не лишним будет напомнить о том, что весь процесс охоты жестко регламентирован определенными нормами и правилами, которые участники охоты должны соблюдать неукоснительно, поскольку малейшее нарушение любого из них может привести к трагедии. Тему продолжает временно исполняющий обязанности заместителя начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ульяновской области Алексей Мартьянов. Запись была сделана по телефону. На территории Ульяновской области с 17 августа 2019 года открыта охота на водоплавающую дичь. В ходе оперативно-правилактических мероприятий, проводимых сотрудниками правоохранительных органов, из года в год выявляются нарушения не только правил охоты, но и нарушения правил ношения оружия. Нередки случаи, когда охотники, отправляясь на охоту, забывают разрешительные документы на оружие, нарушают правила перевозки и ношения оружия. Все это приводит к привлечению владельцев оружия к административной ответственности, а также к изъятию оружия и патронов. В соответствии с требованием нормативных правовых актов, регламентирующей оборот оружия, граждане Российской Федерации, владельцы оружия, обязаны перевозить свое оружие, транспортировать в чехле, разряженном и поставленном предохранителе. Еще один аспект, на который необходимо обратить внимание, это правила охоты и поведения охотников в охоту годик. Открытие охоты – это не только праздник, а праздник безгорячительных напитков. Хотим напомнить, что ношение огнестрельного оружия лицом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, влечет наложение административного штрафа до 5000 рублей с конфискацией оружия и патронов. Лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от 1 года до 2 лет, а в случае невыполнения лицом, осуществляющий ношение огнестрельного оружия, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствия на состояние опьянения, влечет лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от 1 года до 2 лет с конфискацией оружия и патронов. Другая проблема состоит в том, что охотники пренебрегают элементарными правилами безопасного обращения с оружием. Одно из этих правил – заряжать оружие можно только находясь на номере, а разряжать же его необходимо сразу после окончания охоты. Оружие при всех перемещениях охотника должно быть поставлено на предохранитель. Категорически запрещается направлять оружие в сторону людей или их возможного появления. Запрещается стрелять на шум, на шорох по неясно видимой цели. Запрещается стрелять вдоль линии стрелков. Кроме того, рекомендуем всем охотникам при осуществлении непосредственной охоты на своей одежде иметь светоотражающие элементы, либо жилеты. Все эти правила написаны опытом поколения охотников, которые охотились и получали от этого удовольствие. Несоблюдение этих правил привлечет к трагическим последствиям и может стать причиной привлечения граждан к уголовной ответственности. Сотрудниками управления Росгвардии подразделения лицензионно-разрешительной работы совместно с управлением Министерства внутренних дел по Ульяновской области проводятся оперативно-профилактические мероприятия по проверкам владельцев оружия непосредственно в охоту в годях с привлечением охоты инспекторов различных охот-обществ. На этих мероприятиях сотрудниками проверяется наличие разрешительных документов в соответствии с разрешительным документом тех записей, которые находятся на их оружии, то есть номерам оружия, а также проверяется правило транспортирования, переноски, ношения оружия в охоту в ходе состояния, алкогольного опьянения, если такие лица появляются. В случае выявления нарушений действующего законодательства в отношении граждан составляется протокол об административном правонарушении, указанные лица привлекаются к административной ответственности, оружие изымается. Как правильно выбирать арбузы и дыни? Ответ на этот вопрос узнаем из следующего сюжета нашей программы, который подготовил мой коллега Алексей Сорокин. Вне зависимости от сезонности, к выбору арбузов и дынь следует подходить очень внимательно. О требованиях, предъявляемых к их продаже, а также о том, какой вред здоровью могут нанести бахчевые культуры, расскажет заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Елена Дубовицкая. Приобретая эти пищевые продукты, в первую очередь надо обращать внимание на места реализации. Напомню, что бахчевые культуры должны реализовываться только в санкционированных местах торговли. Санкционированные места торговли это рынки, торговые площадки, павильоны, киоски, торговые центры, магазины. Ни в коем случае не следует приобретать бахчевые культуры вдоль дорог. Как правило, вдоль автодорог из необорудованных торговых мест реализуются бахчевые культуры, не прошедшие необходимую санитарно-гигиеническую экспертизу, не имеющие необходимых документов, подтверждающих происхождение и качество этой продукции. Тем более надо помнить, что арбузы и дыни впитывают на себя все компоненты, которые находятся в атмосферном воздухе. А это соли тяжелых металлов, которые содержатся в выхлопных газах автомобилей. Конечно, надо обращать внимание на внешний вид продукции. Продукция должна иметь целостную корку арбуза и дыни. Признак спелости продукта – это яркий контрастный цвет у арбуза, контрастный цвет корки. На корке должна быть обязательно так называемая светлая часть, светлое пятно на боку у арбуза. И это пятно должно быть максимально желтым. От дыни, как правило, от спелого продукта исходит специфический приятный аромат. В местах реализации бахчевых культур у продавца обязательно должны быть сопроводительные документы, в которых указан и производитель этой продукции, и в декларациях о соответствии указывается информация о подтверждении проведения лабораторных испытаний этой продукции. Продавец, реализующий бахчевые культуры, на своем рабочем месте должен иметь личную медицинскую книжку с отметкой о пройденном медицинском осмотре и единическом обучении и последующей аттестации. Кроме того, прошу покупателей обращать внимание, что в местах реализации бахчевых культур должна быть обязательно вывеска с информацией о принадлежности юридического лица или предпринимателя, который осуществляет реализацию этой продукции. Напомню также, что место торговли бахчевых культур обязательно должно находиться под навесом, арбузы и дыни должны находиться под тентом, либо накрыты тентом, и храниться на специальных стеллажах. Хранение бахчевых культур непосредственно на земле, навалом, с санитарными правилами не допускается. В конце рабочего дня все бахчевые культуры должны убираться с улицы в складское помещение. Также напомню о том, что вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части для дальнейшей реализации частями, половинками или четвертинками запрещается. В месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы. Только в целом виде, без разреза, эта продукция может быть реализована покупателю. В домашних условиях, прежде чем разрезать арбуз или дыню, надо тщательно вымыть снаружи эти продукты. Теплой водой желательно с мылом. А разрезанные арбузы и дыни следует хранить только в холодильнике. Если, конечно, вы заметили, что после разреза продукт имеет кисловатый привкус, это говорит о том, что начались процессы брожения порчи, и такой продукт употреблять в пищу ни в коем случае не следует. Может быть пищевое отравление после употребления данного продукта. Еще обращу внимание на то, что если при разрезании арбуза вы заметили, что на разрезе арбуз имеет неравномерную окраску от розового оттенка до фиолетового, либо ярко-красного, то есть имеются яркие участки неравномерного розового или красного цвета, такой продукт следует признать сомнительным по качеству и небезопасным. Косвенным признаком повышенного содержания нитратов в арбузах являются прожилки желтоватого цвета, которые отчетливо видны на мякоти. И, как правило, у сомнительных по качеству арбузов при разрезе поверхность негладкая, розовая либо красная, а именно такая вот не имеет характерной крупинчатости. Эти косвенные признаки свидетельствуют о возможном повышенном содержании нитратов. Лабораторное исследование бахчевых культур осуществляется управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области при проведении плановых и внеплановых проверок, а также при рассмотрении жалоб и обращений граждан. По итогам прошлого года управлением было организовано и проведено на базе аккредитованной лаборатории ФБУ Центр генэпидемиологии в Ульяновской области лабораторное исследование более полутора тысячи проб плодов овощной продукции. Исследование проводится на содержание токсичных элементов, солей тяжелых металлов, нитратов, пестицидов, на микробиологические исследования, а также на содержание генно-инженерно-модифицированных микроорганизмов. Находки были по содержанию нитратов, обнаружение было плодов овощной продукции, качество бахчевых культур, арбуз и дынь по итогам прошлого сезона было удовлетворительным. Неудовлетворительных результатов обнаружено не было. С началом сезона реализации бахчевых культур я хотела бы напомнить нашим уважаемым радиослушателям телефоны горячей линии управления Роспотребнадзором по Ульяновской области, куда возможно обратиться в случае возникновения у вас жалоб на качество реализуемой продукции, либо на нарушение правил торговли. Телефон горячей линии управления 44-45-08 или телефон 8-800-707-68-58, звонок бесплатный, либо можно обратиться с жалобой или обращением на сайт управления, либо обратиться в письменной форме по адресу город Ульяновск, Дмитрий Ульяново, дом 4. А чем могут быть опасны нитраты? Нитраты – это вещества, которые в организме человека изменяют метаболизм гемоглобина, то есть изменяют порядок обмена краснокровяных телец. Соответственно, здесь первое проявление употребления пищевых продуктов под овощной продукцией, в том числе бахчевых культур с повышенным содержанием нитрата – это все классические признаки пищевого отравления – повышение температуры, боли в животе, диарейные симптомы, рвота. А вот дальнейшее влияние уже на метаболизм гемоглобина в крови – это воздействие неоднократное, это влияние на организм человека при систематическом употреблении, либо при очень слабом иммунитете человека. Ну а в дальнейшем идет системное влияние на кровотворную систему человека. Риск купить опасный арбуз, скажем, в начале июля или в конце июня выше, чем, например, в конце августа? Здесь однозначно ответ дать сложно, но рекомендуется приобретать бахчевую культуру, когда идет сезон массового сбора. Это продукция российского производства, и, соответственно, здесь большая вероятность прослеживаемости документов при движении продукта непосредственно от производителя до изготовителя с выяснением всех необходимых процессов хранения и поставки продукции покупателям. Вы слушали интервью заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Елены Дубовицкой. Вы слушаете утреннюю программу «Будни». Сегодняшний выпуск для вас подготовили журналисты Евгений Слюняев, Алексей Сорокин и я, Олег Тюрин. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова